Нет, ну вы только послушайте, начальник сектора противодействия наркопреступности Житомирского областного управления национальной полицией был задержан по подозрению продажи наркотиков. Приветствую всех дамы и господа. Несколько месяцев у меня лежит материал, я его никак не могу смонтировать. Такое было ощущение у меня, что чего-то не хватает в этом материале. Буквально несколько дней назад я вдруг натыкаюсь на то, чего мне, в общем-то, и не хватало в этом ролике. А чему вы думаете, что если право отдать в СБУ, то она не будет там расследоваться? Просто практика, два года назад. Яка практика? Дивите. Новый генеральный прокурор Украины Руслан Ревошапко, отвечая на вопросы журналистов, говорит А почему вы думаете, что если дело уголовное передать в СБУ, то оно не будет расследовано? И еще так скептически говорит, какая там практика? Наверное, Ревошапке нужны конкретные примеры, да? У меня есть такой пример. Смотрите, два года назад полицейский сфальсифицировал статью 130 против водителя, который потом обратился ко мне за помощью. Подробно я эту историю рассказывал. И кто не помнит, не смотрел, будет ссылочка в описании. Посмотрите, я там все достаточно подробно изложил. Сейчас просто коротко напомню. Ехал человек, да, он выпил немножечко. И там несколько часов спустя сел за ручку. Остановили его полицейские и продули. Ну, почувствовали, что от него идет запах, продули, а у него 0,19. То есть допустимая норма, понимаете? Увидев, что человек не понимает то, что у него допустимая норма, они решили его развести. Таким образом? Они ему предложили, говорят, давай ты напишешь отказ от прохождения. Потому что за отказ ты типа получишь меньше, чем если мы тебя будем привлекать к ответственности вот за вот это. Хотя за это вообще ответственности нет, 0,19. И человек, не зная своих прав, повелся и получил протокол по 130. А потом все это вылезло в суде. Мало того, что это вылезло в суде, так еще и свидетель, который туда пришел, он пояснил, что, во-первых, человек продувался, а во-вторых, пояснил, что в протоколе не его подпись. То есть это чистая вода и уголовное правонарушение по статье 366. Служебная подделка, либо служебный подлог, как его еще называют. Я тогда попросил судью, чтобы он обязательно этот факт отразил в постановлении. И судья действительно отразил это в постановлении. И ссылаясь на постановление суда, мы обратились тогда в прокуратуру Киевской области и потребовали от них возбудить уголовное производство против данного полицейского. Прокуратура у нас, в общем-то, сделала как обычно, да, не удивила, отказала нам возбуждать уголовное правонарушение. И мы в итоге где-то, наверное, полгода заставляли это делать. В итоге заставили, дело они открыли и передали его, ну, вы понимаете, куда. Службу безопасности Украины. Хотя служба безопасности Украины, в общем-то, служебными подделками не должна заниматься. Это вообще не их подследственность. Ну, бог с ним. Передали, передали. Целый год служба безопасности Украины ничего не делала по данному уголовному производству. То есть, ничего от слова совсем. Хотя бы даже допросить свидетеля, потерпевшего, вот этого вот полицейского, которого мы обоснованно подозреваем в совершении уголовного правонарушения, следователь так и не удосужился. Соответственно, никаких других действий следственных он точно так же не провел. А через год он дело закрыл. Вот у меня лежит постановление. И целый старший, вы вдумайтесь, старший следователь по особо важным делам, целый майор юстиции закрывает уголовное производство с такими формулировками. Во-первых, что, вот он пишет, что якобы проведенными действиями не установлено объективных обстоятельств, объективных обстоятельств, которые свидетельствовали бы по совершению уголовного правонарушения. То есть вот то, что я вам сказал, что свидетель фактически под присягой в суде признал, что он не подписывал данный протокол, это, в общем-то, не объективно, по мнению следователя. Кроме того, как я уже вам сказал, так как следователь ничего не предпринял в рамках уголовного производства, то, конечно же, никаких других обстоятельств он и не установил. Но это логично. Если ты ничего не делаешь, то у тебя ничего в итоге и нет. А второе, это вообще шикарно. У нас есть сроки проведения засудебного расследования. И вот по данной категории дел у нас максимальный срок установлен 12 месяцев. И вот он пишет, что поскольку, следователь пишет, поскольку указанный срок, никому подозрения предъявлено не было, то дело подлежит закрытию. А у меня вопрос к следователю. А кому вообще теоретически могло быть предъявлено подозрение? Дворнику, водителю автобуса, продавцу в магазине, кому? Есть, понимаете, вот совсем просто давайте разбираться. Есть у нас официальный документ, протокол об административном правонарушении. Составляется он конкретным должностным лицом, полицейским. Не органом, не комиссией, а конкретным должностным лицом. Полицейским там по фамилии, не помню так, не важно. И в этом протоколе устанавливается, что в этом протоколе сфальсифицирована подпись свидетеля. Кому предъявлять подозрение? То есть, знаем кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелей. Доказать ничего не можем. Вот такой вот пример для нашего генерального прокурора Руслана Рябашак. Если он хочет другие примеры, я вот у своих коллег поспрашиваю, которые уголовными делами занимаются. Я думаю, они целую тонну подобных примеров вывалят, если мало одного. Но одного, по-моему, достаточно, причем такого характерного. То есть, вы же понимаете, получается, что год никто ничего не делал, а потом закрыли дело из-за того, что никому не приявлено подозрение. То есть, получается, вот такая, получается, такая интересная штука в этом уголовном процессе, да? То есть, если надо, то тебе просто не будут вручать подозрения, и все. И ты можешь совершать хоть какие угодно преступления, но тебе просто следователь не вручит подозрения, потому что он просто не посчитает нужным хоть что-либо сделать в рамках уголовного производства. И все. И человек не будет привлечен к уголовной ответственности. Вот так, Руслан Рябошапка, и хоронятся дела в Службе безопасности Украины. Сейчас мною подана жалоба следственному судье, чтобы он отменил данное постановление, но результата пока нет. Если же вдруг так получится, что следственный судья будет ссылаться на ту же самую норму, и скажет, что у нас, оказывается, вышли сроки на досудебное расследование, и откажет нам, то кто похоронил дело? Служба безопасности Украины. Все. Служба безопасности Украины.